Здравствуйте, это программа «Спортсто» и ее ведущий Дмитрий Марков. Завершился сезон спортивных мероприятий у боксеров. О том, как себя показали наши спортсмены и в каких спортивных мероприятиях принимали участие, нам расскажет гость нашей программы, президент Федерации бокса в Ненецком автономном округе Денис Владимирович Гусев. Здравствуйте, Денис. Во-первых, я хочу поздравить вас с завершением спортивного сезона. Спасибо большое. Но хотел бы отметить, что у нас не совсем сезон спортивный завершился. Последние у нас крупные и рейтинговые соревнования состоятся в середине мая. Это перенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров в городе Череповце. Хотелось бы узнать ваше мнение, как прошел этот год? Ну, в целом, он для нас начался неплохо, надо сказать. У нас была хорошая подготовка в прошедшем году. Мы уже ориентировались и знали, в каких соревнованиях мы будем принимать участие. И поэтому начало нашего спортивного года началось с февраля месяца, где наши спортсмены принимали участие в возрастной группе «Старшие юноши» на перенстве ССФО России в городе Новодвинске. Ребята показали хорошие результаты. У нас отзывал спортсмен третье место. То есть это достойный результат среди данной возрастной группы. Ну и остальные спортсмены уступили первым номерам этого турнира, которые впоследствии стали победителями этих турниров. То есть вышли сразу же в первом круге на серьезных спортсменов, и поэтому в равной борьбе уступили. А были еще какие-нибудь соревнования? Ну да, по средним юношам у нас соревнования прошли в городе Петрозаводске. Команда у нас средних юношей была более представительна. И ребята достойно выступили. У нас два бронзовых призера этого турнира. Надо отметить, что нам не хватило чуть-чуть, чтобы выйти в финалы турниров, потому что опять в равной борьбе наши спортсмены уступили в полуфинальных турнирах также победителям впоследствии этих соревнований. И сейчас, я как уже напомнил, состоятся у нас в мае заключительные турниры. Это перенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров. В рамках подготовки к этому перенству мы вывозили данную возрастную группу на всероссийский турнир класса Б в Тверской области, город Бежицк. И что приятно, что именно в этой возрастной группе у нас был победитель Студеникин Кирилл, представляющий силу Тилевскую, сейчас занимающийся в детском юношеском центре, лидер. И впоследствии он примет участие в мае уже в перенстве Северо-Западного федерального округа. А вот для вас лично, как для президента федерации, кто выделился в этом году? Ну, надо отметить, что результаты прогнозируемые были, потому что у нас в части прошло обновление команды, то есть в части у нас получили достойный опыт в прошлом году с учетом. Поэтому те ребята, которые мы сформировали команду, они все достойно выступали. В данном случае, надо сказать, что из-за граничности финансовых ресурсов мы осуществили жесткий отбор, предварительно у нас проводились наши контрольные спарринги, сборы команд, предварительные выезды. Мы тут уезжали в Усинск, и на основании подготовительных наших мероприятий мы сформировали сборные команды по возрастным группам. И только те ребята, которые готовились, которые работали, они показали результат. Мне, в принципе, я рад за каждого нашего спортсмена, потому что они прошли длинный путь годовой спортивной подготовки и приняли участие в этих соревнованиях. Для них, для каждого, это личная победа. А вот будут у нас, получается, три выездных соревнования, да? А какие самые важные? Ну, это перенство северо-западно-федерального округа. Да, это наша ступень для участия в перенстве России. Отборочные турниры. Поэтому для нас этот этап участия и подготовки к этому этапу наиболее важны. А вот я знаю, что в следующем году федерация будет работать по плану. А в этом плане будет что-то новое, может добавляться? Ну, мы стараемся всегда планировать свою деятельность, насколько это нам позволяет, я уже сказал, организационный финансовый ресурс. У нас сформированы команды по возрастным сборной. У нас есть календарный план, где мы планируем свое участие в соревнованиях. Поэтому мы каждый год нарабатываем спортивный потенциал для... Ну, главная цель наша, во-первых, это воспитание достойной личности. Чтобы не обидно было, что у нас здорового человека. А во-вторых, спортивная цель наша, это то, чтобы наш спортсмен попал в состав сборной команды России, хотя бы юношеской на данном этапе. Поэтому вот к этой цели мы стремимся. Ну и, наверное, одной из составляющих успеха, это все-таки развитие массового бокса, развитие охвата как можно больше количества занимающихся детей. Поэтому мы в прошлом году сделали тут хороший шаг. Мы открыли секцию бокса в парсональном техническом училище на Ринмарском. Там сейчас и ребята занимаются, и девушки занимаются. Поэтому стараемся как можно больше вовлечь юношей, юниоров, взрослых наш вид спорта. А будет в этом году Кубок губернатора? Мы планируем, что будем, но из-за того, что у нас спортивный график подготовки, конечно, для реализации крупного масштабного мероприятия требуются финансовые ресурсы. Поэтому, конечно, мы рассматриваем, если у нас появятся спонсоры для проведения данного турнира, то мы всегда готовы реализовать его. Помимо всего прочего, у нас совместно, при поддержке губернатора, надо сказать, что такое общее окружное мероприятие хотим реализовать. В плане того, что в этом году 30 лет юбилейная дата проведения Игры Доброй Воли в городе Москве, где наш земляк, спортсмен Ружников Игорь Иванович одержал победу над американским спортсменом Роэм Джонсом, в будущем знаменитым профессионалом, чемпионом Олимпийских игр. Поэтому в рамках этой юбилейной даты мы хотим, и мы уже пригласили и нашего земляка, и представителя американской команды. И вот сейчас в рамках этого мероприятия прорабатываем вопрос их посещения здесь уже на территории округа, отметить эту дату круглую, действительно, и побывать на родине нашего чемпиона мира Ружникова Игоря Ивановича. Поэтому у нас такая вот программа в этом году. И, естественно, что провести крупный межрегиональный турнир на Кубок губернатора. Это у нас задача не снимается, поэтому мы к этому стремимся в рамках подготовки к этим мероприятиям. Спасибо, Денис. Это был гость нашей программы Денис Владимирович Гусев. А теперь о спортивных событиях, которые ждут нас на следующей неделе. 18 апреля во дворце Спорта Норд начнется турнир по волейболу среди мужских команд в честь Дня Победы. С 21 по 24 апреля во дворце Спорта Норд пройдут окружные соревнования по плаванию. 24 апреля в Норде состоится чемпионат и первенство нау по восточному боевому единоборству Кабудо. Я приглашаю вас всех во дворе Спорта Норд. Если не участвует в соревнованиях, то поболеть. Соревнования обещают быть интересными. Это была программа Спорт 100, и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!